МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не говорим прощай, говорим до свидания. В минувшие выходные в Анапе прошла церемония закрытия фестиваля Киношок. Помните, в эфире Анапа-регион стартует новый телевизионный проект о героях Великой Отечественной войны, которые принимали участие в освобождении Анапы. Занялись именно подрастающим поколением, потому что это будущие водители. Крутые виражи. В Анапе прошли юбилейные всероссийские соревнования «Юный автомобилист». В станице Анапской начали формировать участки под социальную инфраструктуру. По поручению главы города-курорта Юрия Полякова такая работа проводится по всем территориям. Помимо стратегических, есть текущие задачи. Ликвидация слабых мест в электроснабжении, наведение порядка, в том числе совместно с правоохранительными органами. Об этом сегодня говорили на традиционном планерном совещании в администрации города. Подробнее в нашем материале. Жилье должно быть жильем, а не гостиницей или магазином. В муниципалитете демонстрируют принципиальную позицию. Работают специальные мониторинговые группы. Улов за неделю, два мини-отеля и несколько торговых точек на землях, предназначенных под индивидуальное жилое строительство. Нарушителей ждет штраф пропорциональной кадастровой стоимости объекта. Речь о десятках тысяч рублей. Еще семь собственников уведомили о предстоящем визите. Кроме того, демонтированы или подлежат демонтажу 19 незаконных рекламных конструкций. Юрий Поляков обратился к дорожным инспекторам. Нужно зачистить обочины от посредников, предлагающих жилье. Сидят там на этих пластмассовых штулях, лампочка горит, курят там. Зачем они нам нужны там, я не могу понять. Вообще они там не нужны никогда просто. Потом эту будку свою там в перку, в лес там, в кучери спрятали. Да пусть вывозят. Там ничего не должно быть. Возьмитесь и жестко, пожалуйста. Мы подготовили материалы. Да, 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 ну пожалуйста, время идет уже сентябрь. В сентябре будет два материала. Хорошо. Также глава курорта поручил городским службам в кратчайшие сроки завершить ликвидацию последствий стихии. За минувшие выходные в муниципалитете выпала двухмесячная норма осадков. Природа взяла то, что упустило летом. Ветер достигал 20 метров в секунду. Юрий Поляков обратил внимание энергетиков, что без света остались более 10 тысяч человек. Одним из таких слабых мест стала частная электросеть в станице Благовещенской, идущая вдоль моря. От нее запитаны пансионаты. Там новая глава, Ирина Борисовна. Вот вы, пожалуйста, с Максимом Сергеевичем встретитесь. Он даст или своего представителя сам приедет. Приедьте там и соберите у себя в кабинете их собственников. Один раз решите этот вопрос. Если нет, тогда сообщите всем, что вот два собственника, которые не хотят ни платить, ни следить за своей линией. Они купили эту линию, их не очевидно, но пусть они за ней тогда и смотрят за этой линией. А получается там вдоль берега всего на базах нет света. Вопросы, связанные с инфраструктурой в муниципалитете, стоят достаточно остро. Прежде всего из-за интенсивного развития. Со своей стороны администрация формирует задел по земельным участкам под социальные объекты. Это одно из поручений Юрия Полякова. Так, в станице Анапской уже сформирован и поставлен на кадастровый учет один участок, где можно разместить школу или детский сад. Те, что уже работают, планируются расширять. Также в сельском округе появится поликлиника на 110 посещений, больница на 160 мест. Это перспектива на ближайшие 10-15 лет. В одиночку большинство таких проектов муниципалитету не потянуть. Все будет зависеть от краевого и федерального финансирования. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Роман Беркалеев. Анапа. Регион. Почетную грамоту от губернатора Краснодарского края за вклад в организацию и проведение чемпионата мира по футболу вручили сегодня главе курорта Юрию Полякову. Также были отмечены и ряд руководителей структурных подразделений администрации. Среди награжденных – заместитель главы Вячеслав Вовко, который на тот момент работал в администрации региона. Начальник управления по транспорту и связи Юрий Кудрявцев, а также начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. Подотока к чемпионату мира – это не только 17-й год, это проведение подотока игр конфедерации. То есть это длилось несколько лет, пока мы там все работали в Сочи. Волк это знает, а уже финал – это проведение самого чемпионата. Спасибо. И еще одна информация, также озвученная на планерном совещании. На центральном рынке Анапы закрыли заведение, по всем признакам похожее на нелегальный игорный клуб. Как рассказали в полиции, поводом для визита стала оперативная информация. 5 сентября в ходе отработки сообщения о впуске осуществления незаконной игорной деятельности по улице Красноармейской центральной рынке установлен флаг для организации процесса игры схожего с незаконной деятельностью под вывеской клуба ветерных торгов. С места происшествия изъято 13 единиц оборудования и документации. Позначена экспертива. Установлено в прошлом консерве зала местных жителей. Известные российские актеры исполнили свои любимые песни со сцены городского театра. Алексей Булдаков, Екатерина Волкова, Анна Куркова и другие артисты приняли участие в традиционном галоконцерте фестиваля «Киношок. Встреча друзей». Так называют творческий вечер сами исполнители. По словам организаторов, массу положительных эмоций получила не только анапская публика, но и актеры. Живое общение артистов со зрителем – одно из преимуществ галоконцерта. Некоторые из них приехали на фестиваль впервые. Песенный репертуар самый разнообразный. Однако красной нитью сквозь 27-й «Киношок» проходит значимая для Кубани дата. Как раз сегодня вот такой праздник, там 75 лет освобождения Краснодарского края от фашистов, да, и это, я бы сказала, такая песня-мечта о том, чтобы не было никогда войны, и чтобы был мир во всем мире, мир в каждой квартире. По словам артистов, они встречаются в жизни не так часто, в основном только на съемочных площадках. На «Киношоке» все по-другому. Вечер был наполнен теплой дружеской атмосферой. Это создавало и ощущение единения артистов на сцене. Заряда позитива охватило для каждого зрителя. Я рад, что в этом году, и это главное, больше зрителей, а напчан в кинотеатре. Потому что мы в прошлом году только переформатировали фестиваль, и уже не внутри фестиваля смотрят кино, а со зрителями. И это очень важно. Кинематографисты чувствуют зрительское отношение. И вот это главная наша победа, и то, что зрителей в этом году гораздо больше. Судя по отзывам зрителей, программа была интересна и насыщена. Организаторы уверены, не менее зрелищным будет и 28-й открытый фестиваль «Киношок». Сразу пять мировых премьер было продемонстрировано в рамках открытого фестиваля «Киношок». Почти всю прошлую неделю жюри и зрители смогли посмотреть и оценить лучшие картины российских и зарубежных режиссеров. Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины, Киргизии, Узбекистана. Жители гостя «Анапы» смогли также увидеть совместные работы мастеров из Великобритании, Италии, Польши, Германии. И вот в минувшую неделю прошла церемония закрытия фестиваля, где подвели его итоги. Более 70 работ было представлено на фестивале. Фильмы разных режиссеров со своим почерком и стилем. Уже в 27-й раз «Киношок» открывает новые имена. Фурором стала работа, победившая в номинации «Документальное кино». Жюри было единогласно признав лучшим фильм мастерская петербургского режиссера Сергея Карандашова. Это кино, понимаете, и единогласно мы все отдали свои голоса этому фильму. Победителя конкурса «Киномалышок» выбирало детское жюри. Юные зрители присудили главный приз криминальной драме «По совести», снятый Евгением Сергеевым. По словам организаторов, этот фильм можно будет увидеть в октябре на большом экране. Та картина, которая получилась сегодня на 27-м кинофестивале «Приз», она не очень веселая, но ее все члены жюри приняли. Единогласно за нее голосовало все мальчишки и девчонки, которые смотрели все пять фильмов, представленных на этом фестивале. Но больше всего зрительских аплодисментов завоевала картина «Мунабия» киргизского режиссера Талайбека Кулминдеева. Она стала обладателем главного приза фестиваля «Золотая лоза». Благодарность гостей и участники фестиваля выразили в адрес Кубани и администрации города-курорта, подарившим столько положительных эмоций в дни фестиваля. Организаторы же заверили. Мы не говорим прощай, мы ждем всех вновь в следующем году на 28-м фестивале «Киношок в Анапе». В этом году жители города воинской славы Анапы отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этой знаменательной дате телерадиокомпания «Анапа-регион» подготовила телевизионный проект «Помните». В нем рассказывается о героях Великой Отечественной войны, которые внесли неоценимый вклад в дело освобождения Анапы и Анапского района. На этой фотографии мне 30 лет. Впереди бои за освобождение Новороссийска, Анапы, Тамани, Севастополя и Крыма, Украины, Белоруссии и Польши. Есть небольшая передышка между боями. И я могу сделать фото на память, послушать, как играет на аккордеоне боевой товарищ, запечатлеть себя с боевыми друзьями, вспомнить свою большую дружную семью. Антониадий Николай Иванович, старший сержант, командир отделения радистов 5-го батальона 81-го радиогаубичного артиллерийского полка 18-й армии. Награжден орденами Красной Звезды, Кутузова 2-й степени, Суворова 3-й степени, Александра Невского. Медалями за отвагу и за оборону Кавказа. Анапа вновь принимает соревнования всероссийского уровня. На минувших выходных в городе-курорте прошел чемпионат по автомногоборью «Юный автомобилист». Проводится он на базе Анапского отделения ВОА. В этом году мероприятие посвящено 45-летию образования Всероссийского общества автомобилистов. И уже в 20-й раз Анапа принимает здесь ребят, съехавшихся с разных регионов России. Мероприятие, которое имеет всероссийский международный, межрегиональный статус, конечно же, значимо для города. Большое количество отдыхающих, и не только отдыхающих, но и соревнующихся, в данном случае, молодых ребят, которые приехали практически со всей России на 20-е юбилейные соревнования, которые проходят из года в год в Анапе. Конечно же, мы рады гостей видеть и приветствовать гостей города-курорта у нас. Такие соревнования не только выявляют лучших юных автомобилистов страны, но и показывают значимость той работы, которая проводится с подрастающим поколением. Всероссийский общество автомобилистов сделали очень правильную вещь. Они, кроме подготовки водителей, которые уже достигли 18-летнего возраста, занялись именно подрастающим поколением, потому что это будущие водители. И вот тот чемпионат, на котором мы сегодня присутствуем, это одна из составляющих той профилактической работы, которая есть. По результатам соревнований были определены победители в командном и личном зачетах. На торжественной церемонии закрытия были вручены кубки и призы. В командном зачете ребята из Татарстана заняли первое место. На втором – автомобилисты из Челябинска. Бронзу завоевала команда из Саратовской области. Но, как признаются сами участники, на этих соревнованиях главное не победа, а опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. А кроме того, ребята нашли здесь новых друзей и получили массу впечатлений. Чего только стоит церемония закрытия. Организаторы постарались сделать ее яркой и зрелищной. На сцене выступали творческие коллективы. По-настоящему разогрели атмосферу артисты фаер-шоу. А в финале всех ждал праздничный фейерверк. Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Анапа не стоит на месте. Постоянное развитие во всех сферах жизни позволяет городу быть в числе самых популярных и комфортных курортов. Во многом этому способствует и уровень медицины. Профессионализм анапских врачей известен далеко за пределами города. Активно развивается и такое новое направление, как медицинская косметология. На минувших выходных распахнул в свои двери современный многофункциональный центр Ирины Сафроновой. Высокий уровень сервиса и комфорт для пациентов – это девиз открывшегося центра. Ирина Адермата – косметолог, сертифицированный национальный тренер по инъекционным методикам. Регулярно проходит обучение за границей. И теперь анапчанки могут оценить работу высококвалифицированного врача. Мы хотим, чтобы наши пациенты были защищены и с юридической точки зрения, и с профессиональной точки зрения. Мы развиваемся, двигаемся вперед и хотим, чтобы наши пациенты получали самые лучшие современные услуги. Центр оказывает широкий спектр услуг по сохранению молодости, красоты и здоровья. В клинике применяются новейшие проверенные технологии безоперационного лифтинга, ботулинотерапии, коррекции фигуры и другие услуги. Причем используются только сертифицированные материалы, безопасные и эффективные, которые закупаются у официальных дистрибьюторов-производителей. Компания «Международный медицинский эксперт» представляет продукцию для специалистов эстетической медицины, косметологии, пластической хирургии не только в России, но и в Европе. И мы рады, что пациентки и специалисты Анапы имеют возможность по достоинству оценить продукцию в клинике Ирины Сафроновой. На базе центра также проходят мастер-классы и семинары по обучению врачей безоперационной подтяжки лица и инъекционным процедурам. Центр медицинской косметологии Ирины Сафроновой находится по адресу Анапа, Анапское шоссе 6, корпус 4. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц.